Форум анестезиологов и реаниматологов России проходил с 9 по 11 октября в Москве. В основе его программы очередной 19-й съезд Общероссийской общественной организации Федерации анестезиологов и реаниматологов, проводимый с участием Национальной медицинской палаты. Девиз форума «Анестезиология и реаниматология в авангарде борьбы с пандемией». «Мы сейчас живем в очень любопытное время. Такого никогда не было. Я думаю, что никогда такого не будет. Безусловно, я думаю, что ключевая роль и тематика – это ковид, потому что это актуально, это значимо. И это прекрасная возможность обменяться мнениями, потому что у практикующих врачей, которые в поле, в красной зоне, порой даже нет времени просто почитать». «Ковид – это, по сути, приводит к тому, что пациент находится в критическом состоянии, и все наши методы интенсивной терапии все равно нужно использовать, использовать с умом, с учетом особенностей таких пациентов. И как раз вот такие конгрессы, форумы, они позволяют понять, что нового произошло, какой опыт появился у каждой из клиник. И поэтому, конечно, тем очень много, они разнообразны и, как всегда, представлены в разных залах. Одновременно приходится убирать, перемещаться для того, чтобы выбрать самое интересное». Кроме вопросов, связанных с введением больных тяжелой формой ковида, участники форума обсуждали и сопряженные проблемы. «Достаточно много по инфекционным осложнениям, по сепсису, по антибиотикотерапии, по гемодинамической поддержке, по мониторингу – это все на конгрессе обсуждается. Мы просто лучше понимаем, больше доказательной базы по лечению этих пациентов, по индивидуализации лечения. И самое главное, что мы понимаем уже, что не нужно делать с этими пациентами. Это вот самое главное, то, что мы здесь обсуждаем». Мероприятия форума, лекционные, образовательные и научные секции, а также мастер-классы проходили с участием зарубежных специалистов и при поддержке международных профессиональных обществ. «Форум насыщенный. Я могу сказать, что это у нас сегодня была первая секция с утра, с 8.30. Она была посвящена различным вопросам нейроинтенсивной терапии. И полный зал. Люди даже стояли. Это очень приятно. Масса хороших таких вопросов по делу, очень интересные доклады. Я очень благодарен нашей федерации, Лебединскому Константину Михайловичу, что у них хватило мужества, энергии организовать вот такой очный, очный форум и создать возможность вот такого вот человеческого общения». Президентом Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» на форуме был переизбан Константин Михайлович Лебединский. Форум – это главное событие в стране по реаниматологии и анестезиологии. «Съезд анестезиологов и реаниматологов бывает не каждый год раньше, а сейчас практически каждый. Но есть возможность пообщаться с коллегами. Произошло нового много, в основном с ковидом связанного. У нас сейчас все связано с ковидом, поэтому мы вот про ковиды обсуждаем, а сейчас у меня тема будет про инсульты. Мы будем делиться с коллегами всем, мы всегда с ними делимся. Если кто-то хочет, приезжайте к нам в гости, связывайтесь с нами онлайн, слушайте вебинары. Мы еще проведем пять нейрошкол до конца года с участием Первого МедТВ». Субтитры создавал DimaTorzok